день добрый уважаемые зрители подписчики с вами евгений канал the face play и это видео я хотел бы посвятить такой теме как партнерская программ программа в фонлайн и многим известно данная программа стартовала буквально на днях принимаются заявки от стримеров независимо это англоязычные либо русскоязычные либо стримеры на каком-то другом языке помимо стримеров там есть еще другие направления но они меня интересуют мало поскольку я в них вообще нет не укладываюсь это как бы не мой основной профиль многие задают вопросы а когда партнерка а будешь ли ты на партнерку подавать заявку отвечу этим видео у партнерской программы есть ряд условий которые выражаются в цифровых значениях в цифрах и которые невозможно никаким образом обойти одну цифру подвинуть можно остальные подвинуть никак не получается одна из которых это перед подачей заявки у вас должны быть стримы в течение трех месяцев многие вкусе что мой канал был на ютюбе в бане забанен страйкнут ну стримов небо до 25 0 9 основной контент у меня именно на ютюбе поэтому я воспринимаю так что стримов до октября месяца фактически на канале не был поэтому партнерская программа будет подаваться мною в октябре это первый момент второй момент там есть такая такие условия как 20 часов в месяц необходимо настребить и иметь не меньше одного стрима в неделю то есть фактически это говорит о том что стримы появи должны быть не меньше двух раз в неделю потому что я не фултайм стример у меня стримы проходит тогда когда я не работаю примерно получается где-то по четыре дня в неделю включая выходные соответственно тоже таким образом эти цифры по одному стриму в неделе 20 часов они в принципе не то чтобы сильно напрягают они как бы становится достаточно таким неприятным обязательством и как многим в курсе я не люблю когда и игры становятся либо стримы прямо таким вот жестким обязательством то есть да игра и стрим он должен быть первую очередь по желанию по зову сердца а не потому что надо потому что надо мотивация хреновая и она очень быстро приводит к выгоранию то есть мотивация на должна быть чем-то достаточно серьезным подкрепляться тогда процесс выгорания он будет более долгий и вполне может закончиться с каналом то есть как бы простен ты просто по времени один стрим в неделю это принципе тоже как бы достаточно такая спокойная цифра и есть еще одна которая говорит о том что в среднем на стримах должно быть 40 зрителей в среднем это ключевой показатель вы многие кто может присутствовать у меня на стримах видели цифры 50 60 70 зрителей это пиковое значение не в среднем это как бы ключевая и очень такая серьезная цифра по двум платформам по twitch и по youtube за октябрь и за ноябрь то есть мы были взяты все стримы по статистике рестрим она дает среднее число зрителей на стриме составляет 41 человек на ютюбе порядка 36 таким образом по данному по данной цифре то есть если если себе примет именно объединение двух аудиторий я в принципе очень очень с напрягом прохожу до разработчики делал такую сноску что если вы не англоязычный стример мы вам можем сделать поблажку и количество скажем так зрителей можем уменьшить это на самом деле такая знаете получается крючок за которую тебя могут постоянно держать я тоже не шибко люблю быть зависим от тех параметров которые я повлиять фактически не могу ну тут лукавство на самом-то деле потому что повлиять на зрителей можно несколькими путями путь соответственно такой первый да мы не говорим сейчас про наполнение как бы контентом это на собой разумеющиеся мне все говорят что у меня очень хорошие лоран и стримы но много или как бы их людей их смотрит да так вот одна из это розыгрыши на канале 100 плексов покраски без разницы как бы розыгрыш да это первое второе это как бы банально не звучало и надо за этим вот очень внимательно поглядывать особенно в направлении твича это просто покупка зрителей за деньги но ни первый ни второй вариант не особо не нравится поэтому я для себя лично принял решение постримить декабрь поскольку у меня как бы есть резервный месяц который я могу потратить различного рода эксперименты и посмотреть что будет с аудиторией то есть в первую очередь меня бы этот показатель 40 среднем зрителей не беспокоил если бы у меня было количество зрителей среднем как вот это было примерно весной там 80 90 то есть в этом плане чувствуешься максимально комфортно и тебе глубоко ну не то что как бы глубоко наплевать а ты просто чувствуешь комфортно то есть комфорт это ключевой наверно показатель потому что в перспективе я подозреваю что цифры могут идти в сторону усло так сказать но не укропнение а достижение так что партнерку нужно будет заслужить да и 40 зрителей могут стать 50 зрителями 60 и так далее если этого нельзя исключать как бы как и рост часов все равно есть как бы определенная физическая возможность что вы там не можете на стриме свыше 168 часов в месяц но это как бы утопия что называется это full full time работа за которую должны платить соответствующие деньги вот это как вот цифровые показатели партнерки теперь от цифровых показателей то есть я как бы для себя их переварил 20 часов ок час один стрим в неделю ок со зрителями соответственно посмотрим как это все дело под причем подчеркиваю если вы смотрите стримы например в записи да то есть по какой-то причине вы не можете там присутствовать у вас медленный интернет там еще какие-то причины существуют да то вы как зритель не участвовать то есть условно говоря у меня стрим собирает 200 просмотров за там условный понедельник а к четвергу набирает там еще там 200 300 просмотров и того получается там условное 400 вот в зачет 40 зрителей идет понедельник вторник среда четверг когда люди уже смотрят в стримы в записи там либо еще какой-то не учитывается как средний зритель на трансляции как бы это гнусно не звучало но тем не менее факт есть факт теперь что касается различных условных ты продался ccp партнерка рассчитана под одного стримера вот и тому подобного так вот по текущим условиям партнерки в ру сегменте в ру подпадает только два человека это бист и где у влада сплита там еще один такой хороший показатель как 30 процентов должны быть стримы именно появия 50 процентов поэтому только два человека что касается англичан то там чуть побольше диапазон стримеров кто набирает по 40 как минимум зрителей но я бы сказал тоже не очень то есть там стримеров которые удовлетворят полностью партнерки где-то примерно с десяток наберется не больше как бы это странно не звучало но тем не менее то есть 40 зрителей англоязычные стримеры в среднем набирают очень мало очень мало это как бы просто чуть больше чем ру сегмента про остальные сегменты вообще молчу да то есть встретить польский стрим на французском на корейском кстати говоря корейцы сейчас вообще не стримят ел когда у нас на старой тигры там стримили просто сейчас тишина и спокойствие единицы стримит вот как бы на немецком там все еще хуже чем в российском сегменте то есть там просто один два три четыре зрителя не больше откуда мне такая информация просто я ночью стримы смотрю вот ночью плюс днем как бы забегая на twitch в общем все очень печально что касается как бы проработки под топовых стримеров ребят за партнерку дают омега плюс 500 плексов месяц я вас уверяю 99 процентов ребят кто стримит и кто собирает большую аудиторию у кого у них как правило у всех есть реферальные ссылки у кого-то на два года омега проплачен у кого-то больше омега проплачено то есть это вообще не показать 500 плексов это где-то примерно полтора миллиарда сейчас в высках это сумма скажем если вы пвпшитесь в лог сегменте она внушительная если вы пвпшитесь в сегменте да то есть это бы кашки крузаки она ну так себе если вы предпочитаете использовать баттлшипы например холдомик только одного стоит порядка 300 миллионов сейчас полтора миллиарда вообще ни о чем покраску которые дают ежемесячно на розыгрыш зрителям ну ок как бы стоит ли она того что было озвучено по поводу выдерживания часов и стримов в неделю не знаю вот да то есть как бы если учитываешь этих покрасок будут условно с десяток с двадцаток цена у них будет хорошая да то есть вопрос насколько они будут повторяться из месяца месяц это как бы интересный вопрос да то есть тут можно одной покраской словно говоря заработать там пять шесть семь миллиардов от балды цифр но у всего у этого на самом-то деле есть очень такой интересный момент у партнерки имею ввиду до мотивация вот то есть на самом деле на самом деле когда я пришел в еву в 2018 году у меня был вопрос на тот момент я поиграл в танки этот момент я поиграл warframe там были партнерки то есть игры за счет стримеров продвигали себя создавали какую-то аудиторию вот потом апекс появилась до который за счет стримерства выехал и монка с показал что через стримеров можно свои игры очень сильно продвигать был большой вопрос то есть компания весьма нишевая игра и она как один из каналов именно популяризирование данной игры это около фан тусовка так и отмечает перлабис что те единственное что поддерживать сейчас я его это фан баз да ты как бы в отчетах единственная строчка указана за счет чего получилась такая сумма заработанная си себе это фан баз вот и мне как-то было очень странно потому что у любого человека любого человека наступает период когда он устает когда он просто приходит в него есть энтузиазм ты сейчас потихонечку потихонечку как бы из истончается по той или иной причине невозможно постоянно себя мотивировать это очень тяжело это очень тяжело прям очень-очень и тут как бы появляется такая вещь как партнерская программа и когда я выгорел за счет отсутствие контента в игре когда я выгорел за счет отсутствия стримов на ютюбе да как будто чук-чук как бы греха таить я много раз про это говорил то есть у меня наступала такая примерная выгорание когда и ивенты воспринимались ну статичный ивент от ccp и хрена с ним как бы да вот а тут хопа партнерская программа хоп по 20 часов в месяц но в принципе по силам раньше было больше стрим в неделю фигня вопрос зрители ща придумаем что вот и как бы есть мотивация что-то летать что-то придумывать как вот например в ближайшем будущем это будет охота по хайсекам это опять-таки мои ли мой любимый херон нули и все в таком принципе духе то есть как бы появилась на самом деле программа партнерства открыла второе дыхание вот именно то есть от было три года после которых у обычно среднестатистического игрока наступает перегорание от игры но плюс как бы контент развивается достаточно медленно ты там попробовал здесь попробовал бы на коробой на коробосе лысанек если смог если не смог то как бы уже второй вопрос и наступает период когда вот скучно и и со скучно каждый сам борется как может часть людей просто закрывают еву на пару лет и потом возвращаются не вот такого тут как бы настолько вовремя подоспела партнерская программа что как бы хочется почесать затылок и сказать все что не делается все к лучшему то есть вот именно в тот момент когда было принято решение что его на канале возвращается либо по флот вылетом либо по каким-то ивентом либо по очень сильному желанию то есть это вполне возможно было бы один стрим в месяц два стрима в месяц 0 стримов в месяц такое тоже вполне допустимо и тут папа как чертик из табакерки выпрыгивает программа партнерства при этом подчеркиваю в программе партнерства как таковой каких-то весомых сильных плюшек для стримера в принципе нет потому что у меня омегой омега запасена плексами 2 года финансы на полетать у меня в принципе есть выделить и стримов время на покрабить не проблема разыгрывать покраски пока непонятно какие-то покраски красивые ли то покраски потому что вот сейчас выпустили покраски так они идут вместе с бандлами за плекса называется маркетинг пролезает и сюда поэтому и очень здорово что касается опять-таки таких вот плексов которые теоретически возможно с партнерки и в принципе у меня есть в мыслях тоже начать возрождать у себя производство для заработка именно плексов на розыгрыше то я хочу подождать именно января и одобрение партнерской программы то есть одно дело розыгрыши до партнерской программы другого дела розыгрыши после партнерской программы я крайне не то чтобы негативно я понимаю и принимаю инструмент вот именно розыгрыш на канале потому что к сожалению люди мы все меркантильные по большей части но все-таки я просто хочу сейчас посмотреть а как без розыгрыш как без розыгрыш то есть я хочу для себя понять а возможно ли партнерскую программу заслужить именно контентом они покупкой аудитории ну да я проводил розыгрыши в истории канала как минимум два раза оба раза показали себя первый раз был хороший второй был такой серединка на половинку на самом-то деле розыгрыш через опекарку принципе тоже был достаточно плохой ну то есть 21 в пользу адекватных розыгрышей сумбурно да немножко получилось но как обычно когда не читаешь с бумажки а мысли так бежит вперед паровозик так что посмотрим программа партнерства пришлось как нельзя лучше вот в январе я подам потому что я люблю людей кто четко читают инструкции четко читать вставленные тзшки разработчиков четко прописан три месяца поэтому подавать заявку до трех месяцев это ставить себя очень в моих по крайней мере глазах невыгодных положениях поскольку ты кто такой и что с тобой какие какие можно с тобой иметь то чтобы договоренности как с тобой можно работать если ты элементарно не можешь прочитать тех заданий три месяца 20 часов час в неделю ну в смысле средств стрим по неделю вот ну а со статистикой 40 зрителями посмотрим двину в январе подадим подам и будет видно одобрят замечательно не одобрят принципе ничего страшного есть повод заработать заслужить данную партнерскую программу и как сказать и ловить в чатике фу продался и соответственно нажимать кнопочку забанить вот такие у меня мысли на самом деле от партнерской программы мега позитивно за фактически low price почему это не было сделано год назад два года назад десять лет назад семь лет назад для меня большая загадка но как говорится лучше поздно чем и когда поэтому никого не агитирую не подписываться на канал не ставить лайки под роликом не писать какие-то свои гневные или комментарии поддержки это все сугубо добровольно получается ходить на стрим замечательно не получается все как говорится бывает с вами был евгений канал фейс play и это мысли по партнерской программе разработчиков и фонлайн и